Приехали мы в Виктория Хаус. Сейчас записываю на телефон, пишите как звук, хотя я думаю при монтаже уже будет видно. Я в куртке мужа, потому что очень холодно. Тут мои работки стоят уже. Все, он бедный носит, я стою охраняю. Вот так выглядит подъезд к Виктория Хаус. Сегодня у нас разъездка и вечером будет Privat View для гостей специальных, которых мы звали, каких-то там галерейщиков и так далее. Посмотрим, как оно будет проходить вообще. В общем, сейчас готовимся. На улице очень похолодало. Половину работ отдала уже. Возят, даршан носят. Там вон вдалеке, вон туда нам надо носить. На длинные расстояния. Я не запаривалась над упаковкой. Прям так все привезла. Единственное, вот эти одного формата скрепила. У меня, конечно, сыроватые углы. Поэтому на всякий случай я проложила вот такие. Тут 4 работы, так скреплено. Тут они 3 одинаковые. Запасные работы решила не брать. Это у меня с другой выставки приехал TripTek. Он уже был запакован. И еще у меня большой пакет с графикой. Вот это стенд-подставка. Это будет тоже на стенде стоять. Стульчик. Хотела вчера покрасить, чтобы аккуратный был. Потом думала, кто там будет смотреть. Уже времени не было. Вот так выглядит мой стенд. Я его меняла периодически. В зависимости от просмотра работы. Это мои соседи. Кстати, я все время двигаю штучки. И тут тоже мои соседи. В часы. У вот и не солдат. Ну, конечно, к поездам. Хватит. Зози, это нельзя тебе. Пополз морской котик. Куда же мы ползаем, интересно, в пятый раз уже? к мискам или или к этому в этот раз миски нельзя я в моталан смотрите какие обалденные тут коробочки появились решила приехать посмотреть дождевики заодно вдохновиться что себе купить а вообще приехала я в свой любимый home sense сейчас столько всяких искусственных растений и плетенки потому что в этом сезоне модный в интерьере стиль бога богемия но очень называет я лично не очень люблю некоторые элементы мне нравится но как-то не знаю то есть каких-то пространством круто смотрится но я бы наверное все таки больше к что-то среднее между бога и да и новой классикой бы делала сейчас мне в интерьере придется отталкиваться от ужасного рыжего пола который перекрасить мы конечно не можем тоже дом чужой стены я могу красить пол нет поэтому мне очень сложно подобрать диван я уже всю голову если сломала аксессуаром это конечно может я все выправлю я думаю каким какие основные цвета сделать подушечки подушечки потом буду в последнюю очередь дает докупать все тут золик он у меня лежит соску мы так и не сосем к полугода но сейчас вот эту вот эту иногда можно и сунуть она и зубы чешет ламу и лама ей нравится уже все для нового года рождества тут пасность только острое все тут масло соль и так далее тут у меня муж любит его тоже всякое острая это видимо к дню всех мертвых мексиканскому тут граната с каким-то острым соусом может быть я муж кстати возьму посмотрим если это реально прям остро сейчас кстати снимаю все только на этот новый samsung очень удобные широкие углы то есть раньше я снимала ближе чем сейчас теперь у меня есть возможность приближать отдалять конечно на айфоне это все есть на всех новых телефонах есть но у меня на старом телефоне не было и тут очень широкий широкий угол такая вот пафтология и в принципе звук мне понравился напишите как звук неудобно с собой камеру таскать очень снимаю все на телефон на новый год уже что-то посматриваю но конечно сначала буду декорировать все постоянно стоянку не хочу захламлять дом разной ерундой новогодние потому что потом это надо где-то хранить я посмотрю себе места хранения у нас будет то начну собирать какую-нибудь коллекцию может быть игрушек и так далее и большую елку не знаю будем ставить нет кстати классных камина можно поставить всяких вот таких щелкунчиков вот мы в моем любимом home sense вот это то что мне нравится этот велюр в этом сезоне очень классно мне нравится это тренд главные вот эти цвета и велюр в интерьерах меня кстати тренды не очень волнует я до того как узнала что все это тренды мне это уже было очень по нраву кстати вот этот оранжевый мне тоже нравится но его можно сделать только с таким холодным пепельным каким-то оттенком рядом у меня к сожалению полы вот такого цвета оранжевая с оранжевым это будет ужас надо что-то противоположное делать возможно зеленый велюр хотя вот этот мне конечно нравится посмотрим вот он стал 400 фунтов сколько он дул неизвестно принципе кресло тоже обалденное удобно и тут вот эти мне тоже нравится сочетание желтое кресло может быть реально взять один диван и такие кресла но посмотрим если хочу большой диван посмотрим сейчас я посмотрю кто производитель а еще главное что хочу диван большой и раскладной чтобы было спальное место вот эти колоски ну колоски конечно искусственно не очень красиво выглядят мне нравится концепция возможно что такое сделаю но я буду сухие колоссия заказывать опять тут все для нового года слюнки пускает у нас зубки растут ой но потом как перейдем я тут конечно оторвусь я уже у меня руки чешутся а вот в таком стиле как честерфилд я хотела я почти заказала кожаный раскладной но он стоит почти 3000 фунтов я остановилась потому что в принципе это бюджет на большую часть покупок которые я планирую сделать по основной мебели ну не на большую но наполовину точно и один диван это конечно было бы очень дорого вот этот мне нравится но черный велюр я бы в жизни не брала потому что на нем вот вся перхоть видно и шерсть и все это некрасиво и вообще не нравится как выглядит мне кажется он как-то пошло выглядит серебряный бархат вот это ужасно просто выглядит на мой вкус когда велюр о кстати круглый стул и стулья который я искала сейчас я туда подойду вот я именно такой формы хочу стулья и круглый стол но стол наверно маловато сейчас посмотрю как раз размер вот еще в закромах всякие угловые классные ой как же я люблю все это дело наконец-то я дорвалась чтобы хоть как-то купить то что мне нравится вместе фунтиков но это шпон насколько я понимаю на самом деле если вы что-то берете в тики-максе или в хом сенс хом сенс это один из разделов тики-макса но вернее это огромный магазин все для дома но он так то и та же серия что и тики-макс то есть это как бы один и тот же магазин грубо говоря просто этой части именно для дома если у них написано наша цена а предыдущая цена не написана как правило это значит что эта цена в магазине была точно такая же оригинальная. Поэтому всегда смотрите, если написано, что там была цена такая, стала такая, то это правда. Действительно, это большая скидка. Иногда очень крутые скидки. А когда не написано этого, значит и как бы и скидки никакой нет. В принципе, нам вот это идеальный размер подойдет. Мне кажется, это 90 сантиметров. Но я понимаю, что для большого собрания это, конечно, не подходит. Хотя нам в нишу круто встает. Поэтому, я думаю, может быть в пользу раскладного стола, хотя они все уродливы. Я хочу, конечно, что-то такое современное. Но ножки вот эти с канделябрами мне, конечно, не хочется. А, к сожалению, все столы, которые я вижу, они именно с канделябрами. Стулья крутые, реально крутые. Они дешево стоят. Джон Льюси такие 200 фунтов где-то стоят. 200-300. И я реально в первый раз заметила этот оранжевый цвет. Я никогда на него не смотрела. И тут, в принципе, полный набор мебели. Можно купить в комнату. Вот этот мне очень понравился. Кстати, сочетание цветов очень классное тоже. Вот этот вот. Тут он синий больше на камере. В жизни он такой изумрудный. Прям насыщенный изумрудный. Вот с этим оранжевым. Вообще, вот этот стиль, когда клепки, мне очень нравится. Блин, не знаю. Его, конечно, куда поставить, если боком только. В общем, хожу, смотрю. Но пока нам все равно рано прокупать. Я могу приехать, закупить все только, когда уже нам... Уже мы будем в доме, чтобы я сразу доставку туда сделала или такси вызвала. Не знаю. Потому что отсюда сейчас я даже, если мне что-то очень нравится, я ничего не могу взять. И, к сожалению, плохо то, что я... Эти вещи все... Они как бы уникально здесь находятся. То есть тут какая-то... Ну, вещи, они могут не повторяться. Могут некоторые повторяться, а некоторые вот их привезли один раз, и все уже. Их уже не привезут. Сейчас я возвращаюсь к диванчику. Мне вот реально вот тот набор понравился со столом. Не знаю, насколько он нам подходит, но в принципе, кстати, под цвет стулья подходит. Их только три. Было бы четыре, я, может, взяла бы. Но во всяком случае, я взяла на заметку себе по стилю. Нашла, когда оделась зеркал. Что-то я серьезно по полу тех стульев задумалась. Я думаю, может быть, реально на этом и сыграть. Сделать рыжий велюр и рыжий пол, и черные ножки, черный камин у нас. И это тоже может быть очень прикольно. Сейчас вот подальше сделаю. Сейчас смотрю зеркала. Мне нужно много-много зеркал в дом. И зеркала дело такое. Их надо вылавливать. Вот зеркало, может, я раньше скуплю. Раньше, чем переедем. Большие зеркала. Мне, кстати, вот это понравилось. Оно будет прикольно смотреться. Батареи. Но оно, конечно, вот оно такое современное. Вот это, конечно, уже как фигня выглядит. Вот это слишком такое пошлинкое. С какими-то такими элементами хочется, необычными. И мне хочется такое бронзовое золото, чтобы все соединяло в интерьере. Вот это тоже красиво. И, кстати говоря, если я сделаю диван, тот какой-нибудь оранжевый велюровый с черными ножками, вот это нам очень круто подойдет. То есть у меня соединяющие цвета будут белый, черный в декоре. И белый, черный и золото. Вот эти вот два графических узора. Мне кажется, будет офигенно смотреться. И не заезжено. Потому что золотые уже, конечно, все солнца, они заезжены. Хотя я в любом случае какой-то такой вот круглый солнце или что-то такое с ковкой возьму над батареей в эту же комнату. Блин, мне прям понравилось. Но тут есть одно но. Это все из такого типа камня сделано. И оно просто неподъемное. Его поднять невозможно. Естественно, все это сделано в Индии, как большинство всех вот этих украшательских дел. Но я его просто не могу оторвать даже от земли. Оно очень тяжелое. Как его повесить на стену? В принципе, в этой квартире можно дебеля вкручивать. Но круглые у меня еще будут, может быть, холсты мои круглые висеть в зале. Я хочу сочетать круглые формы, круглый стол, круглые холсты, круглые зеркала. Но не все круглые. То есть и квадратные тоже будут. То есть они должны миксоваться. Блин, это какое-то гадство. Я нашла четвертый стул. И полный набор у нас может быть. Но сейчас я никак не довезаю поговорила. Мне сказали, что не факт вообще, что они еще вернутся в сток. Именно вот эти оранжевые мне понравились. И это может как раз стать отправной точкой для дизайна интерьера, который я хочу сделать. Опять-таки дизайн громко сказано, потому что я ничего там не могу сделать. Ну то есть полы какие есть, такие есть. Люстры какие есть, такие есть. То есть я уже отталкиваюсь от данности. Но они очень круто бы смотрелись. И они очень дешево стоят. Я сейчас посмотрела, 300 фунтов такие стоят в других магазинах. Если максимально дешевый вариант, то это 200 за кресло. А тут оно 80. То есть я весь набор возьму. И я посмотрела, оно очень качественно сделано. Очень удобно сидеть на них. И это, к этому велюру ничего вообще не липнет. Потому что другие изделия, вот тут их много всяких разных, другим изделиям липнет. Я посмотрела, волосы на них есть. На этих стульях ни одного волоска и пылинки нет. Красиво. Вот это вот я вообще не понимаю. Вот этот вот. Вот это цыганские мотивы. Тут еще и, мало того, тут еще и орнамент. Мало того, что это все так блестит, оно и тут еще и орнамент. Но вот это, опять синим на камере, на самом деле это зеленый цвет. А вот это ту мачи для нашего дома. Вот такой стиль мне тоже нравится. Вот эти серые, очень классные вот эти кресла. Но, к сожалению, к нам не подходят. У нас вот в таком стиле будет спальня. Вот в таком каком-то стиле. В таком сером, нейтральном. В таком больше скандинавском. Классные стулья, кресла. Но я бы себе на таких колесиках не взяла домой для офиса. Чаши интересные. Но эти все потом вещи, все декор, все вот эту посуду. Полностью буду заново все бокалы, всю посуду покупать наконец-то. Потому что будут куда поставить. А сейчас некуда это все поставить. Длинная полка с нами только переедет. У нас потому что все потеряно. Какие-то все разные бокалы. Я думаю, их прям оставлю и все. Вот еще диванчик. Но это, конечно, маленький. Я буду сейчас смотреть рыжий с черными ножками диван. В принципе, мне понравилась эта мысль. И очень нравится сочетание вот с этим. И с зеленым будет очень красиво. И с черным будет красиво. И можно будет с серым, кстати, тоже симпатично. То есть я думаю сделать какой-то основной цвет. Связующие цвета, как я сказала, черный, белый. Потому что белые стены, черный камин. В любом случае это данность. И золотые все детали. Либо серебряные. Но я думаю, все-таки золотые, такие бронзовые. И как раз будут какие-то разнообразия вносить уже аксессуары. Ну не аксессуары. Им элементы декора. Там подушки и так далее. Это мы так смешно разговаривали. Как монстрик. Как девочка из проклятия. С Линьки у нее те. Вот это тоже мне нравится. Я может быть сделаю поменьше диван реально. И поставлю вот какую-то такую боковую штуку. Они недорого стоят здесь. Вообще копейки относительно цен. То есть я вот все что смотрю, оно под косарь стоит. Вот эти тут по 200-300 фунтов. И это очень дешево. Кресло тоже. Такие стильные кофе-тейбл. Но к нам еще не факт, что он подойдет по стилю. То есть я хочу вытянуты и по размеру. Мне очень понравилось несколько консолей внизу. Но вот это вообще. Это еще круче тех кресел. Но это один и тот же орнамент. Видимо один производитель. Но есть люди, которому нравится. Это дело вкуса, конечно. Вот это все симпатично. Леон мне тоже нравится для диванов. Может быть я взяла бы. Но он сразу закакается. То есть на милюре еще мне нравится вот это вот. Как начешешь, так он и будет. То есть вот эта вот текстурность, она очень прикольно будет смотреться в интерьере. Здесь малейшее пятно. Все, хана. Здесь протер тряпочкой и не так видно. Хохотучка. Ну в общем я прям это. Много столько вещей. Вот закон подлости. Когда переедем, ничего не будет. Доставку они делают в течение пары дней. То есть приходишь, все покупаешь, выбираешь. Они делают доставку. Вот такого размера нам бы подошел. Диван. Ну конечно цветок нам совершенно не подходит. Но для какой-нибудь девушки. Или такой серо-белый. Их квартира было бы очень круто. Цены не вижу. Вот это вот то, что в принципе я могла бы как раз взять. Но в другом цвете. И кресло по бокам от камина. Еще мне нужен пуф в прихожую. Я хочу какой-то пуф, который можно хранить. Вот типа вот этого. Но другой по дизайну. И цвету конечно же другой. Зоза тут сейчас всем голос покажет. Очень мне вот этот понравился стол. Мне нравится. Обычно в таком дизайне, во-первых, это все solid wood. То есть это все из массива дерева. Во-вторых, он стильно смотрится. Идеально ко мне подойдет в комнату наверх. И у него большое место для хранения. Вот эти вот полки очень вместительные. То есть все, что мне надо, будет и ноутбук, и какие-то документы. Все здесь поместится просто идеально. И небольшой. Мне очень нравится. Надо узнать, какая цена. Очень надеюсь, что он меня дождется. Сижу, занимаюсь, продолжаю заниматься мебелью. Как раз та модель, которую видела в HomeSense. Вот нашла еще на одном сайте. Называется MyFennyCheckHome. У них много очень прикольных вещей в том стиле, который мне нравится. Очень красивый, кстати, цвет вот этот зеленый. Уже заказала я диван. Сейчас покажу, какой. Здесь мне нравится, что здесь еще и металлические латунные ножки. Вот это мне тоже очень понравилось. Мне понравился у них дизайн кресел. Но здесь получается, сами видите, в два раза дороже. То есть больше, чем в два раза дороже. Там с 70 с чем-то было. Ну, даже если 80, тут уже такая цена. Джон Люси еще больше. Вот эти вот с железным задником. Но у них какой-то тут розовый, такой розовато-серебряный. Мне, конечно, хочется их с латунным, золотым, желтым, золотом. Вот. Вот эти очень красиво смотрятся. Я потом, наверное, посмотрим. Если у нас станет такое в комнату, и место для него будет, то я обязательно закажу в каком-нибудь контрастном цвете. То есть не в том же, что у меня диван. Диван я взяла в цвете. У них написано золотой. Ну, он не золотой, он мустард. То есть такой горчичный цвет. Темно-горчичный, желтый. Ну, я так посмотрела, он лучше всех подходит. Потому что темные, они не очень хорошо будут со стенами у нас. Конкретно в нашем интерьере сочетаться. Вот тут красиво очень серый с золотым. И вообще, в принципе, вельвет одно с другим очень хорошо сочетается. Это я увидела как раз в магазине. Вот это, скорее всего, буду потом покупать. И, кстати, цена такая терпимая. То есть вот так они сзади красиво выглядят. Вот эти кресла. Вообще, вот за стол такие я не могу, конечно, громоздкие. Мне кажется, неудобно их отодвигать, придвигать к столу, когда люди выходить будут. И они слишком много места занимают. Также тут есть мраморный стол. Я никак не могу решиться, я хочу мраморный или я хочу деревянный раскладной. То есть если не раскладной, то, наверное, мраморный. Здесь вот 110 у него диаметр. Для нас этого выше крыши. Но для гостей, конечно, мало будет, если к нам придет много гостей. А с другой стороны, зачем мне думать о том, что когда-то к нам один раз в год придут праздновать Новый год, и там будет много людей сидеть. Потому что, как правило, мы не сидим за столом. Мы все равно все общаемся. Кто-то там на диване сидит, кто-то на кофе-тейбл может поставить еду. То есть мы больше в фуршетном каком-то плане всегда проводим ужины. Зато вот этот идеально встанет нам в стол, и он не будет громоздким. И он будет мне нравиться каждый день. Чем какой-то большой на тот случай, что когда-то кто-то к нам куда-то придет. Не могу решить. Но если золотой, пока мне больше всего нравится вот этот стол. Это второй вариант. Овальный. Тоже мрамор. Естественно, натуральный мрамор. Ну, не естественно. Просто я хочу натуральный мрамор. Он сейчас на скидке. Он был полторы тысячи. Сейчас уже тысяча двести. Ну, не такая уж прям офигеть, какая скидка. Тут дизайнерский, конечно, красиво. Вот это овальный стол. 150 на 105, по-моему. И у них есть еще... Вот он смотрится. У них есть еще круглый стол. Вот я никак не могу решить, какой я хочу. Круглый или овальный. Конечно, круглый он идеальнее формы. Она всегда выглядит гармоничнее в любом пространстве. Вот он круглый. Круглый у них 800. Он же продается в Джон Льюис. Стоит столько же. Тоже 800. Поэтому я, наверное, буду, если заказывать через Джон Льюис, потому что там у них наверняка все отточено с курьерской службой и так далее. Ну и претензии им легче будет предъявлять, чем сайт, с которым я вот только сейчас познакомилась. Это сайт производителя как раз. Это называется VSTM. У них очень много красивых вещей. Вот такой, пока я вот думаю. В принципе, и этот, и этот будут выглядеть одинаково в пространстве. Потому что ножка будет закрыта стульчиками. И как бы ее видно не будет. И вот это, наверное, людям сидеть будет удобнее. Коленки под стол ставить. Мне не нравится, что тут какой-то более медный цвет. То есть я хочу именно вот такой цвет. Но я не думаю, что это как-то заметно будет. И там дешевле существенно получается. Один и тот же радиус. Но вот все-таки я не могу решить. Может быть, овальный брать. Потому что овальный нам идеально встанет. И он большой достаточно. То есть за ним могут и гости, и мы все вместе поместиться. То есть 6 человек спокойно за ним поместится. А если поютиться, то и 8. Вот этот стол деревянный мне понравился на Wayfair. Мне понравилось, что у него максимально простая ножка. Хотя я, конечно, не хочу классические ножки. Мне не нравятся классические ножки. Мне нравится, что он раскладной. Удобные форматы. Единственное, он 120-160. 120 все-таки, мне кажется, крупноват будет для нашего вот этой зоны обеденной в сложенном варианте. И его можно покрасить как угодно, как мне будет нравиться. То есть я его привезу, если мне не понравится. У него очень красивое вот это вытертое брошированное дерево. Если мне не понравится по цветам, я всегда могу его перекрасить. И он по-любому будет подходить к интерьеру. В любом случае. Но первоначально, конечно, мрамор мне больше нравится. Он сочетается лучше с интерьером, который я планирую сделать. По деньгам плюс-минус. Там, ну, 100 фунтов разница. Как бы, и это мрамор. В общем, вот так я думаю. Сейчас покажу, что я там заказала. Какой диван уже. Из таких, которые подороже. Именно вот этой модели. Потому что есть там еще какие-то навороченные велюровые. Но вот мне вот эта модель понравилась. Такая классическая. Взяла ее вот в этом цвете. Я вообще эту модель нашла. И она мне очень с первого раза понравилась. Зеленым классическим бутылочным цвете. Но я посмотрела в моем интерьере. И она, скорее всего, не подойдет. Ну, то есть, он подойдет. Но с ним сложно будет сочетать все-все, что у меня там есть. И сложнее сюда какие-то аксессуары. И миксовать с аксессуарами. А вот этот. Вот тут оранжевым смотрится. Он, на самом деле, такой горчичный. Его можно с любым интерьером практически сочетать. Единственное, я покрашу, скорее всего, в черной ножке. Потому что я думаю, что у меня у стульев будет черной ножки. Сюда можно яркие подушки. Как раз вот такого цвета. Какие-то такие подушки подойдут прекрасно. То есть, вообще, любого цвета велюр сверху на желтый можно наложить. То есть, желтый – это такой базовый цвет, горчичный. Он сочетается со всем. Он сочетается с серым. Он сочетается с любым другим велюром. И я не обязана стулья в том же цвете покупать. Я буду их в другом цвете брать. И сюда можно подушки разные кинуть. Также я могу обыграть этническую тему. Контрастный черный с белым положить. И, как я показывала, зеркало в HomeSense. Все хочу таким максимум назвать. Вот это зеркало, например. Вот сюда какие-то контрастные подушки с черными деталями. У меня камин с черными деталями. И также я могу сочетать со своими масками, которых у меня, кто меня смотрит давно, достаточно. Я могу маски повесить на стены. И это все будет как бы одним общим пространством смотреться. В то же время я могу сделать абсолютно классический такой глэмшик с этим диваном. То есть я могу положить какие-то более такие, я не знаю, подушки мохнатенькие. Всякие разные. С пайетками я лично вообще не перевариваю подушки. Хотя я понимаю, что в некоторых интерьерах они смотрятся хорошо. Я не люблю вообще пайетки ни в одежде, ни в интерьере. Мне кажется, они очень дешево смотрятся. Как бы дорого не стоила эта вещь. На английском это называется вельвет материал. По-русски, если говорить, то это велюр. То есть бархат, велюр. У меня тут Собакевич. Параллельно я пишу портрет. Между уроками сижу. Это я смотрела для кухни. Может быть, такие потом закажу. Очень классные мне понравились. Вот эти. Но у них плохие отзывы. Может быть, такие я потом возьму себе на кухню у острова. У нас очень низкий остров там. И туда именно табуреты нужны. Вот эти мне понравились стулья. Они и очень... Ну, это трендовая вот эта модель. Она мне уже, на самом деле, очень надоела. Но здесь она мне нравится в том, что она из велюра. И цвет, в принципе, очень круто будет тоже сочетаться с тем, что у нас есть. И черные ножки. То есть, они не смотрятся таким пластиковым, как в фастфуде стульчики. Вот эти мне понравились. И, в принципе, по деньгам-то они, кстати, тоже недорого выходят относительно того, что я смотрю. Вот это вот как такой один из основных вариантов. Коридор я заказала. Вот такие светильники. Самый простой, максимально простой. Потому что я не себе в дом покупаю. Потому что мне не нужно там никаких ламп. Там очень так дверь высоко открывается. Она задевает. Там сейчас висячая такая лампа устаревшая, которая лет 30. Хочу просто обычные софиты без всяких деталей. Они еще очень дешевые оказались. И тут тоже идут вот эти латунные детали. То есть, это будет сочетаться со всем. И у Кирюхи по совпадению исключительно. В таком же стиле идет лампа. То есть, тоже белая с каким-то латунными вот этими частями. Долго думала, какую ему брать люстру. У него она в центре сделана. Я, конечно, люблю софиты. Но там софиты не сделаешь. И что мне тут очень понравилось? Мне понравился вот этот механизм. То есть, я могу направить свет куда угодно. И в комнате будет светло. То есть, моя главная задача. Плюс он такой довольно-таки современно выглядит, эта люстра. Тут вот эти суставчики. Я могу и на потолок развернуть их, и вниз. То есть, разные конфигурации делать прикольные. Вот это мне понравилось. Посмотрим, как оно будет. Оно еще на сейле. Я взяла. Вон, два раза дешевле. Ну, 43% за 70 фунтов. Я считаю, это очень дешево. Посмотрим, что там такое доставили. Мне кажется, она не очень большого размера. Ну, вот такой вот я взяла. Потом, когда все установим, мне понравилось, не понравилось. Они уже стоят тут в посылках. Но я не буду сейчас распаковывать. Я хочу прям целиком отдать. Там, когда мне будет чинить. Тому, кто будет чинить. И уже, чтобы они все это устанавливали, распаковывали. Я тут готовлю мясо. Мясо у меня уже потушилось. Сейчас добавила овощи. Какие были дома. Чуть-чуть воды налила. И сюда же кину макароны, либо пасту, либо китайские яичные лапшу. И оно прям здесь все вместе дойдет. И будет тут тепленькое до вечера. Достала свой старенький, авентовский, вот этот для детского питания, прикорма. Блендер. Сейчас сделала первый раз. Забыла все время, сколько там что делать. Надо будет найти в интернете. Сейчас сделала цукини. Думаю, Зое первый раз дать попробовать. Ей как раз 6 месяцев. Вообще, по идее, конечно, рано. Потому что ребенок должен хорошо сидеть, хорошо глотать. Когда ему нужно первый раз давать прикорм. Но ничего страшного. Я думаю, я дам ей чуть-чуть. И тоже все будет нормально. Посмотрим на реакцию. Начну постепенно уже вводить. Мышки в лондонском метро. Белейшее создание. Ой, все спрятались, как поезд поехал. А так вот тут три штучки сейчас бегло.